Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск КС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Развивающая партнерская проверка качества развертывания производственной системы Росатом. Ветераны станции на производстве. Лыжные гонки в рамках спартакиада работников Смоленск КС-2018. Уникальная экспозиция «Ареал культуры» в рамках проекта «Территория культуры Росатом». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск КС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка 19 миллиардов 165 миллионов киловатт-часов. На сегодняшний день в работе находятся три энергоблока. Общая мощность составляет 3022 мегаватта. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии за 6 дней февраля составила 320 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 80 миллионов. С начала года выработка составила более 1,8 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 35 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск КС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленск КС состоялась развивающая партнерская проверка качества развертывания производственной системы «Росатом». Комиссия в составе представителей предприятий разных дивизионов и проектного офиса ПСР «Росатома» проверила атомную станцию по трем направлениям – декомпозиция целей, ПСР, потоки, обучение персонала. В ходе проверки партнеры проанализировали дерево целей предприятия, X-матрицы, карты КПЭ, посетили информационные центры трех уровней, ознакомились с организацией работ по таким ПСР-потокам, как обращение со свежим ядерным топливом, ремонт, выработка электроэнергии, переработка РАО. В дистанционном режиме корпоративная академия «Росатома» провела тестирование персонала, прошедшего обучение методологии производственной системы на уровень остаточных знаний по ПСР. «Что касается непосредственно управления технологическим процессом, то стоит отметить высокую степень автоматизации данных процессов. То есть достаточно большой объем связанных с управлением, это различные выдачи заданий, фиксирование результатов работы. Раньше это все делалось вручную, огромное количество журналов и так далее заполнялось. Сейчас это все в системе реализуется и, соответственно, никакой бумаги не используется. Этот подход, конечно, можно тиражировать на наши промышленные предприятия, где по-прежнему у нас есть такая проблема, как огромное количество журналов, которые линейные руководители вынуждены заполнять, ну и также персонал, который работает с оборудованием. И от этого там как раз можно будет уйти и сэкономить большое количество времени людей для того, чтобы они выполнили какие-то другие функции. В итоговом меморандуме, подписанном командой РППК и руководством Смоленск-АЭС, отражено 18 лучших практик и несколько направлений для дальнейшего развития. Качественные характеристики проверяемых индикаторов развертывания ПСР оказались выше целевых. В частности, 100% руководителей высшего звена Смоленск-АЭС и подразделений в течение года лично реализовали по два ПСР-проекта. 100% руководителей и персонала, реализующего ПСР-проекты, прошли обучение, в производственных потоках выполнено 97% качественных критериев. Итоги тестирования сотрудников Смоленск-АЭС на знание методологии и инструментария производственной системы составили 79%. Я для себя отметил, конечно, высокий уровень обеспеченности в принципе персонала как бы средствами, технологическими средствами, высокий уровень культуры производства. То есть видно, что для сотрудников понятия такие как безопасность, какие-то там улучшения, анализ, ну скажем, с последующими корректировками, это не просто какие-то слова там, приятно, что для людей это уже норма. На основании итогов РППК, а также результатов выполнения бизнес-показателей и индикаторов по вовлеченности, на Управляющем Совете Госкорпорации будет приниматься решение о присвоении Смоленск-АЭС звания лидера по результатам 2017 года. В рамках проектов «Слава Созидателям и связь поколений» с экскурсионным визитом атомную станцию посетили ветераны Смоленск-АЭС, представители химического цеха и отделы военизированной охраны. Приятное удивление на лицах читается уже в фойе первого этажа АБК. Внимание ветеранов сразу привлекает огромный экран транслирующей новости отрасли и Смоленск-АЭС. Красиво оформленная доска почета лучших работников предприятия. Первопроходцы следуют на главный корпус по традиционному экскурсионному маршруту. С 80-го по 90-й строила эту станцию с первой оси. И даже четвертый блок строила. Сейчас хожу очень приятно. Раньше был бетон, арматура. Монтировали колонны по 48 тонн, ригеля по 42 тонны, по 46. Интересно было. Сейчас приятно ходить, осознавать, что станция дает тепло. И что защитится твоего труда здесь. Проходя по коридорам и помещениям атомной станции, ветераны отмечают, что многое изменилось в лучшую сторону. Все стало намного удобнее, лучше, современнее. Я пошла на пенсию в 2004 году. Поэтому, когда я сейчас пришла на обозрение станции, настолько все изменилось, настолько стало красиво лаборатория. Я смотрю, вообще все. И оборудование, и приборы. Вообще все. Понимаете, настолько было красиво. На лыжной трассе в районе деревни Генино прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиада работников Смоленской АЭС-2018. В соревнованиях приняли участие 72 человека из 15 подразделений Смоленской станции, а также представители САЭС-сервис, Совета ветеранов и САЭР. Победителями в разных возрастных категориях среди мужчин стали Титов Олег, Фёдоров Виталий, Кукушкин Андрей. Среди женщин первые места у Боярской Елены, Переходкиной Елены, Санникова Евгении. В рамках проекта «Территория культуры Росатома» в художественной школе Десногорска открылась экспозиция «Ареал культуры». В экспозицию вошли репродукции картин великих мастеров мира – Леонардо да Винчи, Веласкеса, Микеланджело, Рембрандта, Рубинса и других. Торжественное открытие нового образовательного проекта состоялось 31 января. Наш город очень плотно работает с концерном «Росэнергатом» и со Смоленской атомной станцией. И постоянно мы пытаемся во всех проектах, которые реализуются в концерне, также участвовать. Вот один из этих проектов – это территория культуры Росатома. Сегодня мы с вами можем наблюдать вот эти вот замечательные репродукции, которые представлены здесь, которые в свою очередь помогут вам, как будущим великим художникам, я в этом абсолютно верю, узнать историю искусства, историю живописи. Расширив свой кругозор, воспитав в себе эстетический вкус и поняв развитие искусства всей нашей цивилизации, от античности до постмодернизма и всё, что с этим включено. В конце концов, задача и концерна «Росатома», и Смоленской атомной станции, и всех жителей – это воспитать людей, мыслящих, ценящих и понимающих искусство. Ареал культуры можно назвать кратким экскурсом в историю искусства. Экспозиция состоит из 12 тематических блоков. Каждый из них включает 25 репродукций, ярчайшим образом характеризующих эпоху. Таким образом, за год десногорцы увидят 300 известных произведений. Первая экспозиция – это эпоха Ренессанса и репродукции известных художников, которые включены в программу обучения школьников. Очень доступная выставка, потому что уже мы слышали слова благодарности от наших посетителей, от наших родителей о данной выставке. Говорят, очень доступно, очень всё понятно и интересно в плане просветительской деятельности. Все репродукции сопровождаются аннотациями, которые позволяют донести до детей смысл и значение представленного произведения. Очень понравилась эта выставка, было очень интересно рассматривать её, она очень доступная, было интересно её читать. Я получила массу удовольствия от этой выставки, информацию. Мне очень понравилась эта выставка, так как она интересная и познавательная для детей. И никакой ребёнок, мне кажется, не сможет съездить в эти города, чтобы посмотреть, и здесь есть возможность. Выставка даст десногорским детям начальное представление об истории искусства и поможет развить творческое воображение и образное мышление. Уважаемые десногорцы и гости города, 7 февраля в 16.00 в выставочном зале Историко-Краеведческого музея состоится открытие фотовыставки «Объединяющая энергия атома Россия и Франция». Выставка будет работать до 25 февраля. Приглашаем всех желающих. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова